Привет! С вами Виконста. В этот солнечный день я хочу показать, как природа разукрасила красками весенний Донецк. Сейчас я нахожусь в районе набережной, площадь Ленина, Донбасс-Арена, ну и проспект Ильича. Прежде всего я хочу рассказать, почему так долго не выходили видеоролики, показать вам сам Донецк, ну и рассказать вообще обстановку на Донбассе. Первую неделю я вообще не выходил с дома, так как была очень плохая погода, было холодно, ветрено, дождливо, ну и в принципе никакого энтузиазма не было даже у меня, чтобы записать вам что-то. Во-первых, дождь, по плохой погоде вы практически, ну никогда, хороший видеоролик не снимете и постоянно эти брызги в камеру, ну никуда не годятся. Спустя 10 дней, может быть неделю, я заболел, у меня сильно крутило ноги. Ну и как бы обычно пил колдрекс с ними силам, ну мне нормально было, а потом в определенный день я проснулся от того, что сильно прям выкручивало ноги. Ну я день потерпел, два потерпел, думал, это может на погоду крутит. Ну и спустя некоторое время, уже как сильно припекло, пошел в больницу. Температура у меня была где-то 37,4-37,6, вот так держалась. Я поначалу, когда была температура не сильно большая, я ничего не пил, думал, ну пусть организм немного поборется. Ну потом уже понял, что терпеть некуда и пошел в больницу. Приняли меня, послушали, померили кислород в крови, оказалось 98%. В принципе, состояние у меня было, ну, как при обычной болезни. Единственное то, что болели ноги. От коленок до нижней части сустава. Ну и потом мне сказали, возможно, то, что у тебя коронавирус, но нет смысла делать тест, так как он покажет дней через 10-12. Тест стоил 3-300 рублей. Ну так как я обратился, в принципе, в первые дни, ну как в первые, дней 5-6 я потерпел и потом уже пошел в больницу. Ну, решил не делать этот тест, во-первых, по деньгам. 3-300 как-то неохота выкидывать для того, чтобы узнать. И состояние у меня было нормальное. У некоторых людей были симптомы посерьезнее, чем у меня. Очень плохо дышали, проблемы с легкими. У меня вообще ничего не было, никаких, каких-то сильных последствий, чтобы я сильно как-то заболел. Единственное, что вот была какая-то слабость и крутила ноги. Ноги крутила, чтобы вы понимали, до такой степени, что я вот ночью спал, просыпаюсь из-за того, что у меня по нижним конечностям моим бегали мурашки. Вот я вот так лежал, и мне надо было куда-то встать, идти, пройтись, растереть ноги, чтобы они у меня не сильно крутили. И вот после этого я понял, что я сам не вылечусь, и нужно уже обращаться в больницу. Ну, обычно как? Люди болеют. Ну, 3-4 дня температура подержатся, там, до 38, и начинает человек выздоравливать. Идет кашель. Ну, и через некоторое время уже понимаешь то, что идешь на поправку. Ну, вот, в принципе, сейчас расскажу то, что мне назначили. Это дексаметазон, ресорбилакт. Это мне делали все капельницу. Еще интересный факт. Мне назначили, получается, лечение 3 дексаметазона, потом на следующий день 2 дексаметазона, потом 1 дексаметазон, и это все умножаем на 2. То есть, 3-3, 2-2, 1-1. И еще дополнительный ресорбилакт, это как выводит шлаки с организма, ну, очищает его, помогает лучше справляться с болезнью. Вот что хочу рассказать. Мне написали это все на листочке. Сказали, иди купишь, и тут, в принципе, покапаешься. Я же прихожу в аптеку, отдаю этот листочек. Ну, по незнанию, еще не знал то, что мне надо было натриохлорид, физраствор, взять 200 грамм. То ли фармацевт не увидел, ну, то ли, в принципе, ладно уже, вкололи. В общем, мне дали 600 грамм физраствора, и, ну, дексаметазона, 3 ампулы. Ну, я накупил сразу 3, 3, 2, 2, 1, 1. Мне сделали, в принципе, капельницу, вкололи 600 грамм. И мне врач такой говорит, слушай, а что ты так долго лежал там? Я говорю, не знаю. Ну, в общем, выяснилось то, что мне вместо 200 грамм, ну, разбавили 600 граммами. Ну, ничего страшного, это так. Мне рассказал, было весело, смешно, врач заулыбался. Ну, в принципе, я потом пошел домой. Все это мне кололи в вену. Никаких антибиотиков мне не назначали. Единственное, по таблеткам мне назначили АМЕС, потом Лазалван от кашля, у меня был такой суховатый кашель, Камбилипен, и Детримакс вместе с витамином С, для того, чтобы поддержать организм. Ну, и назначили мне уколы в живот, энексапарин. Кололи мне 5 раз, в шприце было по 0,6 мл, что ли. Три дня мне сделали капельницы, и остальные дни мне кололи в вену. Эти все препараты. Ну, спустя некоторое время, я опять сдал анализы на кровь. У меня был повышен гемоглобин, и повышен холестерин. В общем, мне сказали то, что, скорее всего, у тебя осложнение дало на сгущение крови, и поэтому нужно тебе еще пропить трентал. В общем, купил эти все таблетки, и через 3 дня после приема этих всех таблеток, мне что-то не понравилось мое психическое состояние. В общем, я как бы человек такой активный по жизни, а вот после этих таблеток мне кажется, что они повлияли на мою психику, и я хотел что-то там делать, двигаться, куда-то идти, что-то, ну, там, ходить, а мне просто эти таблетки, скорее всего, что не давали это делать. То ли это от болезни, то ли еще от чего-то. Ну, в общем, состояние у меня было так себе, ну, и через некоторое время я их просто перестал пить. Ну, в общей сложности, вот с момента заболевания уже прошло, наверное, больше 22-24 дней, можно было пойти сдать тест, но я не вижу смысла, так как, в принципе, я чувствую себя нормально. Даже если это не ОРЗ, то, ну, благополучно, в принципе, завершилось мое лечение. Это я рассказываю для тех людей, которые, ну, не понимают, либо не знают, как вообще люди болеют. У меня, в принципе, были такие симптомы. Был ли это коронавирус или просто ОРЗ, которое дало мне на ноги, я не знаю. Так никаких больше симптомов не было, как люди там, я смотрю, по Ютубу, по телевизору, по новостям, то, что лежат в больнице и у них состояние очень плачевное. Со мной такого не было. Поэтому хочу поделиться вот таким своим опытом болезни. Три недели, даже, может, четыре недели ролики не выходили, так как, ну, я себя как-то плоховастенько чувствовал. Ну, и, в принципе, не было никакого резона, смысла записывать вам видеоролики. Думаю, выздоровлю и с новыми силами вам буду показывать что-то новенькое. Вот, в принципе, у меня вот такая болезнь была. Вот, видите, некоторые препараты я почитал, отчего комбилипен, хотя там группа В витаминов, которая, ну, хорошо влияет на организм. Но фармакологические действия там очень странные. Вообще связано это с неврологией, с лицевым нервом, межпозвоночными грыжами, межреберными, там, какими-то эксцессами. Ну, в принципе, мне как-то он вообще не понравился. Но сейчас я вообще никакие таблетки не принимаю, чувствую себя хорошо, аппетит у меня хороший. За всю болезнь я похудел всего лишь на 700 грамм. Ну, в принципе, так особо никаких последствий я не ощущаю. Меня многие спрашивали, есть ли у тебя вкус, запах. Вкус и запах у меня до сих пор есть. Он и не пропадал, и никуда не одевался. Год продержался, думал, что меня эта участь не коснется. Ну, пару раз там осенью было сопли и кашель. Чуть-чуть почувствовал. Ну, там дня два-три думал, что заболеем. Нет. Ну, вот как раз весной и среди многих моих знакомых, особенно молодежь, тоже начали болеть. У каждого разные симптомы, но приблизительно у всех одно и то же. Единственное то, что, может быть, я и сдал бы тест на коронавирус. Ну, 3-300 как-то просто так выкидывать, скажут, был ли у меня коронавирус или нет на антитела, то вот так себе затея. Лучше 3-300 потрачу на какие-то другие вкусняхи. Ну, а так врач мне сказал, соблюдай диету, ешь поменьше жирного, побольше витаминов и будет все нормально. Давайте сейчас покажу вам Донецка немного. Давно я не выходил и не записывал для вас обычные такие видеоролики. Я думаю, вы меня поддержите. Если вы болели какими-то заболеваниями, то обязательно напишите в комментариях, может, у вас было что-то подобное. И что у вас диагностировали. Просто интересно. Посмотрим, сколько нас переболевших. А так Донецк потихоньку украшается зелеными красками. Травка, листочки. Вот потихонечку все распускается, становится повеселее как-то. А то обычно после зимы такое состояние угнетенное. А сейчас вроде бы потеплело. Еще хочу рассказать по поводу цен. Вчера я был на рынке Соловки. Скажу то, что уже сами продавцы готовят людей к повышению цен на мясо, фрукты, овощи. Яйца в магазинах достигают цены до 115 рублей. Я сам лично видел. Такие маленькие продаются от 68 рублей. Утку я покупал 370 рублей за килограмм. Говядина лопатка 470 рублей за килограмм. Шампиньоны от 150 до 200 рублей. Масло подсолнечное от 120 до 140 до 150 рублей. Но это еще не предел. Сказали то, что масло будет стоить до 200 рублей. Вот такие вот в принципе цены. Такая вот обстановка сейчас. В принципе все красиво, все зелено. Еще хочу сказать то, что в кальмиусе немножко добавилось воды. Если так в среднем взять, то порядка наверное полметра ну да 50 сантиметров вода чуть прибыла. Не знаю откуда только. Ну сам факт. Просто я смотрю с той стороны по камышам там вот такая отметочка была серая. И вот я смотрю то, что она поднялась где-то на сантиметров 50. У нас начался нерестовый запрет, поэтому нужно ловить только на одну удочку и на один крючок. Поэтому запрет еще продлится до конца июня, начало июля. А потом можно будет ехать на рыбалку это аж в августе, когда пойдет карп. Ну либо куда-то поехать на частный платный водоем, где можно половить рыб. А так в принципе поднялись цены на проезд в автобусах, в маршрутках, в муниципальном транспорте. и также подорожал проезд в такси. Поэтому все дорожает, все растет, как-то так и живем. Также многим интересно, что сейчас происходит с тем зданием, которое расположено прямо на набережной, вот оно синее, то происходят там периодически ремонтные работы, я так понимаю, что подготавливают его к сдаче. Объявление я увидел на OLX, то что здесь продаются квартиры и цена от 40 до 50 тысяч долларов достигает. Не знаю, откуда такие цены, но хотя раньше в этом районе квартиру продавали от 70-80 тысяч долларов. Практически за 4 года, вот если брать с 2014 года по 2016 цены достигали, ну это минимума. Сейчас на дворе 2021 год и цены на квартиры варьируются. Если брать центр города, вот именно Калининский район, площадь Ленина, то я думаю цены по сравнению с 2014 годом поднялись процентов на 30-40. То есть если раньше можно было квартиру трехкомнатную купить в Калининском районе в 2014 году за 15-20 тысяч долларов, где-то вот такие цены, то сейчас уже поднялось чуть ли не до 35-40 тысяч долларов. То есть потихоньку цены возвращаются, но до того уровня, который был раньше, до 2013 года, 2014 года, то там цены достигали до 120 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру. Это я беру центральные районы. На Донском квартиры продавали от 100 до 130 тысяч долларов. То есть без проблем вы могли продать. Ну сейчас опустилось где-то может раза в три, в четыре. Вот такие вот цены. Поймали что-то нет? А только пришли. А вообще что клюет око мелкий? Нет, первый раз. Понятно. А на что ловите? На силикон, Ясно. Периодически здесь проклевывает судачок. Я не раз видел, что бывают вот такие шнурочки попадаются. А бывают особи до килограмма, до полутора. Здесь рыбы нет. Это нужно ехать на платные водоемы. Сегодня у нас воскресенье. Время 9.44 утра. Вот как раз солнце у нас только встало. Ну буквально как часа два. И вот сейчас еще хочу показать вам с другой стороны набережную. Было вчера вечером в районе набережной и в принципе людей, я бы сказал, многовастенько было. Детские площадки были забиты. Во-первых, вчера было тепло. 19 градусов. Ну и во-вторых, все-таки людям уже дома надоело сидеть. И потихоньку начали все выходить вечером на прогулки. Так что вот такая вот у нас обстановка, ситуация. В принципе сейчас начинают что-то болеть молодежь. Раньше говорили, что она вообще не болеет. Ну болеет, но процент очень маленький. Болели прежде всего те, у которых слабенький иммунитет был. В основном люди преклонного возраста. Трава уже зеленая вся. как обычно уже коммунальщики здесь начинают что-то обкапывать, садить цветы. По улице Артема по главной я видел то, что уже начинают пересаживать саженцы роз. Там какие-то подготовительные работы идут. как известно Донецк этот город миллиона роз. Поэтому не цветочков, а именно кустарников. Но со временем собираются расширяться и увеличивать количество саженцев. Идешь по городу и приятно смотреть на такие красивые бывают розовые, красные, белые бутончики. Так что такая вот у нас сегодняшняя погодка. В принципе нормально. ветерок конечно дует еще прохладный, но в принципе для пробежек самое то. Со временем нужно будет расширяться, показывать вам какие-то другие интересные места. Меня многие просили поехать в Зуевку, покататься на байдарках. Если у вас есть возможность, либо вы знаете, может кто-то катался, то поделитесь пожалуйста впечатлениями в комментариях, чтобы я мог знать на что мне надеяться. То есть там я так понял по сплаву крынки можно вниз опускаться и там с группой какой-то. Поэтому вот если будет такая возможность, вы обязательно напишите, может кто-то бывал, либо подскажет вообще с какого момента они открываются. В принципе хотел бы показать вам, так как я там вообще один раз всего лишь был и показывал вам небольшой пикничок. Ну вот буквально я думаю неделька и все зацветет новыми красками. Смотрите трава как полезла. Сейчас идет неделя то солнце, то ветер. В принципе вот такая погода на Донбассе переменчивая. Тишина, уточки крякают, рыбку кушают, вот и вся жизнь. Здесь кстати проходит бег у школьников. Я пару раз приходил здесь, это скорее всего что сколько? 60 метров? Да, 60 метров сдают и бегают. Вот некоторые тоже занимаются на площадке. Был на Соловках, людей было просто тьма. Продавали все. Кстати толстолоб рыба по 130 рублей за килограмм. Карась 80-100. Такой карась до килограмма хороший. Я периодически езжу на базары не так часто, как некоторые раз в неделю. Я если еду, то мне хватает закупаюсь мясом месяца 2-3. Морозилку забиваю и все. То же самое с бытовой химией. Многие люди интересуются почему там часто надо ехать в магазины. Не знаю, у меня такая позиция с самого детства. Я любил запасаться всем. То есть я приехал там купил 4 рулона туалетной бумаги 4 пачки там по 5-6 штук для посуды порошки стиральные жидкие порошки дезодоранты для бритья и закупился. Я знаю, что оно у меня стоит. И плюс эти товары никогда не пропадают. То есть у них срок годности не ограниченный. Разные потребности. Может кто-то себе не может позволить так закупаться. Некоторые тоже вижу в галактику приезжают смотрю там понабирали порошков зубных паст по 7-8 штук. Некоторые тоже так делают. Просто не всегда есть время чтобы каждую неделю купить одну пасту и поехать там. Если у вас есть возможности деньги то можете купить все сразу. Это как я делаю. Делюсь своим опытом впечатлениям. Вот кстати хочу показать вам кустарники роз. Уже окучивают их и обрезают. Смотрите ветки уже обрезанные. И шипы. Кто любит розы полюбит и шипы. У меня был такой видеоролик. Кстати в том году в этом месте что-то бурлило. Не знаю посмотрим бурлит в этом году. Это было зимой. Непонятно. Вот в той стороне где-то. Не кстати есть маленькие пузырьки. И начали появляться вот такие комары. Большие большие. Хотя комары живут не сильно долго. Он выпьет кровью ему там хватает день два три и потом умирает. Но опять самцы не кусаются это только самки кусаются. Солнце светит ну знаете не греет еще. Вот так по весеннему по теплому. Но еще в принципе должно быть похолодание. А иногда на почве заморозки. Поэтому еще нужно походить в курточках. А иногда в шапках. Но сегодня за окном плюс девять. Поэтому еще как-то более-менее тепло. На солнышко конечно же получше. Здесь тоже бутоны распускаются. Скоро все курточки поснимают. Шапки поснимают. И будут загорать на улице. Либо на берегу водоема получать побольше витамина Д. Сегодня я показал вам немного весеннего Донецка. Я надеюсь ролик вам понравился. Не забывайте подписываться на канал если вы не подписаны. Не забывайте писать комментарии. Но с вами на канале был Виконство. До новых встреч. Пока! Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok